всем привет давайте сегодня посмотрим bitcoin эфир читаете ли вы новости про криптовалюту на investing.com потому что они стали писать новости про крипту и наверное сейчас это единственный сайт помимо twitter где я читаю какие-то новости есть breaking news о том что ledger до сих пор не провалой то есть до сих пор не разрешили поста физическую поставку фьючерсов на bitcoin то есть несмотря на всеобщее обады там кое оживление рынка в связи с тем что фейсбук запускает свою криптовалюту все-таки пока еще больше фон негативный нам подливают опять же запуск криптовалюты вспомните сколько было ажиотажа по поводу запуска telegram прошло очень много времени мне кажется практически год мы до сих пор эту криптовалюту еще не увидели поэтому всегда нужен нужно будет какое-то время и не смотрите на этот ажиотаж якобы фейсбук примет в свою криптовалюту и мы все же заживем счастливы давайте посмотрим график у меня есть битмакс и 1 и 2 это будет битмакс а вот смотрите есть уровень который я показывала здесь у меня было немножко зону но в последнее время графики на трейдинг и начали почему-то удаляться здесь у меня была точка входа и с вот таким вот стопом стоп получается небольшой если вы тут проведете вы увидите также что в одной и той же зоне постоянно откупают а вот поэтому можно попробовать но надо брать обязательно фиксированный take profit сейчас вы помните я говорила что если мы закрываемся под этой зоной то скорее всего идем обратно на уровень 7800 сейчас я вам покажу недельный таймфрейм и вы посмотрите что довольно интересная ситуация складывается для меня ситуация складывается на недельном таймфрейме негативно но нужно посмотреть как закроется эта неделя то есть в любой момент все может сломаться если вы посмотрите каждый пик идет нисходящий помните что такая модель когда каждый пик поджимается к уровню если ничего не изменится то это будет как пробой уровня и соответственно зонами ниже несмотря на то что таймфрейм сейчас восходящий у нас и общий фон положительный мы можем еще спуститься если вдруг у криптовалюты все очень просто если не будет спроса значит криптовалюта начнет падать поэтому я бы на самом деле вместо того чтобы сейчас смотреть часовые таймфреймы 30-15 минутки я бы смотрела на недельный таймфрейм как будет здесь развиваться события потому что вы видите тоже что модель здесь пока нисходящие и если же вы будете смотреть то есть можно там посмотреть это как треугольник равносторонний то есть модель должна сломаться должна сломаться какой-либо следующий свечой которая перебьет предыдущий максимум предыдущий максимум то есть либо это свеча перебьет и сделает ретест этой зоны что подтвердит пока еще консолидацию и самый обычный флэт если же ситуация вот такая сохранится и на следующей неделе то скорее всего нас ждет пробой вниз с целями ниже вплоть возможно вот до этой зоны почему бы и нет почему до этой зоны могу обосновать потому что здесь была самая последняя консолидация импульса то есть мы сделали импульс постояли в откате и сделали огромнейший такой импульс то есть для даже для того чтобы пойти дальше наверх это нормально что рынок входит в фазу ожидания фазу флета для того чтобы набрать себе силы и пойти дальше наверх у меня поэтому пока корол в смысле очень маленькие позиции они сфиксированы внутри к одному дальше покажу эфир эфир покажу на битфайнексе просто потому что его здесь нарисовала вы видите как у нас был точно такая же модель у нас была на недельном пока таймфрейме я смотрю точно такая же модель была как и на биткойне дальше был импульс и мы все равно вернулись к этой зоне то есть эфир по сравнению с другими криптовалютами чувствует себя гораздо хуже но это и хорошо потому что наконец-таки мне кажется закончилась корреляция криптовалют в том плане что мы больше не видим что за биткоином идет любая другая криптовалюта если вы там посмотрите на лайткоин у него консолидация либо там например на эфир classic у которого вообще все очень неплохо либо тот же рипа про который я говорила все так красиво смотрелось на самом деле на дневном таймфрейме все так красиво смотрелось и все так плохо закончилось то есть опять же немного неправильная была моя логика и моя точка входа здесь не сработала вот но это ничего страшного даже посмотрите если вот посмотреть на биткоин мне кажется что он пока больше на нисходящую картину будет был похож ну пусть я ошибаюсь вот то же самое вы можете наблюдать на эфире возьмите себе эту зону помните как мы строили точку уже зону на биткоине она точно также отрабатывала папа логике последнего импульса то есть не знаю нигде это не описано в книжках просто такое вот наблюдение что из этой точки мы обновили получается обновили новый максимум то есть вот эта волна набора позиций она и будет для вас сейчас ориентиром потому что вы не можете понимать что будет происходить любой из другой точек но по крайней мере можете знать будет ли например повторение волны если вы посмотрите еще здесь там на дневной или четырехчасовой таймфрейм включится то увидите какой-либо треугольник чем хороши такие фигуры тем что они всегда находят выход то есть понятно что будет импульс а импульс это всегда хорошо главное подловить какую сторону то есть здесь все очень легко немножко даже можно поправить его и сделать чуть покороче вы видите трендовое что сейчас мы возле нее консолидируемся с импульсом с треугольником очень легко в какую сторону будет выход в ту сторону и будет скорее всего импульс но я бы не заходила в эфир сейчас и опять же если мы очень приконсолидируем с прям сюда пробьем эту трендовую то мы вернемся обратно тестировать зону точно такая же картина будет наблюдаться на биткойне если мы придем к началу самого импульса и будем тестировать 5000 обратно ну почему нет все может быть то есть это наверное идет вопреки всем разговорам про то что мы будем идти только на 20000 мы возможно мы еще все еще находимся в восходящем тренде тренд еще не сломался но почему так например я говорю про если вы посмотрите здесь войти я уберу это чтобы не видно было у вас есть импульс и вот это движение поглотила полностью этот импульс считайте что если вы играли продавцы и покупатели то сейчас где-то вы в нулевой точке у вас сейчас 011 так сказать и нет такой стороны то есть обычно говорят покупатели сильнее либо продавцы сильнее в зависимости от импульсов на эфире все происходит так что здесь и покупатели и продавцы пока 7 пока наравне находятся в паритете потому что импульс полностью поглощен а если вы посмотрите bitcoin видите тут даже не вооруженным глазом такая картина не очень наблюдается точно такую же картину вы могли наблюдать когда мы падали на 6000 я рассказывала когда здесь о падении на 3500 я рассказывала про то что была точно такая же картина вы можете наблюдать на недельном таймфрейме то же самое здесь у нас есть импульс часть этого импульса уже поглотилась поэтому как раз таки мне кажется что здесь хорошая точка входа для того чтобы модель это сломать и сделать ретест все-таки 15800 но если нет пойдем тестировать 7800 там бы я после пробоя мне кажется это будет сильная свеча ловила бы bitcoin а еще я начала изучать каналы кирпера ну по крайней мере смотреть как это все выглядит я возможно из вас уже есть профессионалы которые в этом здорово задорно разбираются я пока только открыла это потому что после интервью с лендарашки мне стало интересно так как этот индикатор придумала не она но именно она внесла такие изменения которые вы сейчас видите у меня на графике я надеюсь что интервью с него уже все посмотрели она находится у меня на youtube канале и ссылку я оставлю под описание это под описанием к этому видео обязательно посмотрите интервью смотрите интервью действительно настоящим трейдером наверное который никто не скажет что она мошенница хотя люди конечно разные бывают вот так вот согласно каналам кирпера прям вот если мы смотрим на эфир то эфир должен а мы смотрим пока на bitcoin согласно каналам кирпера если мы мы ходим от границы границы то есть этот тренд трендовый индикатор так при том что я не очень его люблю то есть интересно самое что у меня здесь есть уровень который есть уже очень давно и как раз таки граница находится его именно здесь было бы хорошо если бы мы пришли сюда на ретест тогда буду снимать следующее видео мне будет понятно что будет происходить по крайней мере паттерн будет формироваться довольно понятный вот поэтому смотрите как только мы будем пробивать эту зону это значит что будет более ширтовая позиция как смотрите это было здесь когда мы пробили и упали вплоть до границы то есть мы все очень просто на самом деле как я поняла это еще индикатор который показывает average range то есть это атр индикатор вот эта линия поэтому логично что просто мы ходим от канала к каналу ну пока просто наблюдаю смотрю как ведет себя рынок а если посмотреть на эфир возможно тут под крипту нужно что-то менять если вы это делали рассказывайте мне в комментариях я тоже попробую какие-то новые настройки так вот если смотреть здесь то можно было прям брать падение 259 и вот до этого уровня опять до начала импульс то есть не может быть одна какая-то стратегия по индикаторам стратегия должна повторять какие-то свои основные правила в трейдинге вот и как здесь мы вернулись и если мы закрепимся здесь то можем сходить еще в принципе на зону 241 на зону 241 это здесь вот как раз это будет выход из треугольника отработка треугольника будет очень даже интересно если этот индикатор скрыть вот если этот индикатор скрыть то здесь у нас будет точно также находиться зона зона последнего импульса вы помните я еще так очень грубо нарисовала вот но все-таки пока криптовалюта входит от зоны к зоне вот мне кажется что мы сюда можем еще спокойно прийти но зависит все от выхода из треугольника если здесь возьмем стоп можно легко поставить где-то на 200 там зависимости от вашего риск менеджмента 200 поставить стоп лосс и 200 там хоть не берите грубо 260 такими неплохой такой так профит а вот хотя пока лично мое настроение есть чтобы вот прям модель это не сломалась лично мое настроение шортовое но шортить нужно узнать из какой зоны они самым первым вставать беды шорта всем спасибо большое за просмотр подписывайтесь на мой youtube канал потому что у меня есть там влог еще с другими трейдерами которые я готовлю интересно есть трейдеры и которые рассказывали про форекс те кто торгует здесь форекс тоже будет очень интересно послушать про золото посмотрите интервью с линдерашки немного подпитать мотивации энергии и хороших всем торгов всем пока